МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние выходные уходящего лета вблизи деревни Товатуре собрались представители спортивного ориентирования для принятия участия в традиционном, уже 12-м по счету, мемориале памяти основателя на Уральской школе ориентирования Юрия Ивановича Безымянного. В этом году соревнования проходили в два этапа и победители определялись по сумме баллов, завоеванных на каждом этапе. К нам в гости приехали представители из восьми городов Свердловской области, а также спортсмены Челябинской и Тюменской областей и представители Пермского края. Всего же в первый день на старт вышли 240 спортсменов. После первого дня соревнований родные и близкие, друзья, а также коллеги Юрия Ивановича собрались в столовой оздоровительного центра «Зеленый мыс» на традиционный вечер памяти Юрия Безымянного, где было все – и песни под гитару, и личные воспоминания тех, кто работал и просто знал этого без преувеличения великого человека. Юрий Иванович Безымянный, в вашей памяти каким остался? Юрий Иванович – это легенда науральского спорта, это уникальнейший человек, классный спортсмен, классный тренер, это вообще человек настоящий, не человек, а человечище. Занимался лыжными гонками, потом пришел на тренерскую работу в ориентировании. Ориентирование было вообще нулевое в городе. В занятошном состоянии был какой-то туризм, и Юрий Иванович взялся за это дело и изначальное состояние довел до самых вершин. Его воспитанники были чемпионами Советского Союза и на мэровых первенцах занимали ведущие позиции. Два года я как не принимаю участие, а так я все время принимал участие активно в этих соревнованиях. Эти соревнования обязательно нужны. Юрий Иванович в моей памяти как человек настоящий, он был настоящим человеком, был бойцом, был великим организатором. Он входил в любые кабинеты в нашем городе, в области, в спорткомитете СССР. Его все знали по всему Советскому Союзу. Это уникальная личность, светлая ему память. Помним, чтим, уважаем. Я думаю, что эти соревнования будут продолжаться всегда, и молодежь должна знать и помнить его. Второй день встретил участников мощным ливнем, и именно это обстоятельство не позволило стартовать всем атлетам, принявшим участие в первый день соревнований. Однако 195 самых смелых оставили свою фамилию в итоговом протоколе. Среди всех участников хотелось бы выделить самую юную участницу мемориала. Ей оказалась представительница Тюмени, восьмилетняя Аня Ефимова, приехавшая на соревнования с родителями и сестрой. А также представители Екатеринбурга Павла Шабашова и Виктора Апокина. Они вышли на старт в возрасте 79 лет. Причем приняли участие как в первый, так и во второй день соревнований. Достойно выступили и представители Новоуральской школы Анатолий Крылов и Владимир Чайгин. А также основная надежда Новоуральского ориентирования – совсем юная Катя Евтюхова, у которой есть все шансы обновить рекорды соревнований, так как первую победу на этом турнире Катя одержала в 9-летнем возрасте. Особенно хочется выделить Алексея Голованя, который в компании семи мастеров спорта после пятого места в первый день смог отыграть более двух минут и завоевал бронзу в самой престижной категории элита. Все участники и гости мемориала отметили, что Юрий Иванович был человеком с большой буквы, хорошим организатором и выдающимся тренером. И именно благодаря ему такой вид спорта, как ориентирование, получил широкую известность и стал популярным сначала в Свердловске 44, а затем уже и в Новоуральске. Я знаю, что это человек, и попродвигал ориентирование на Урале. Что спродвигло тебя прийти сегодня и почти, так скажем, принять участие в этом турнире? Память о Ивановиче изменения. Сам давно занимаешься ориентированием? Почему тебя привлекает этот вид спорта? Я занимаюсь 9 лет. Меня привлекает, потому что там нужно принимать самостоятельные решения, оценивать ситуацию. Надеемся, что в следующем году уральская погода будет более сговорчивой и на старт 13-го мемориала соберется гораздо больше участников. В чемпионате области в минувшую субботу прошли игры 16-го тура, в которых особых неожиданностей не произошло. За исключением разве что победы прибывающего в середине турнирной таблицы Русфана над стремящимся в призеры с северским трубником со счетом 1-0. На Вуральский кедр свою встречу с урожаем из Верхней Синячихи вынужден был перенести по просьбе соперников в связи с их поездкой на какой-то корпоративный турнир. Лидеры чемпионата свои очки взяли, что позволило тройке фаворитов еще дальше оторваться от преследователей. Теперь идущий третьим Динур опережает северский трубник на 6 очков, а кедр на 7. Впереди Синара и Смена, имеющие соответственно 39 и 38 очков. Ближайший к кедру Русфан отстает на 6 очков. Результаты тура. Реш Академия Урала 2.1, Синара Горняк 3.1. Вчера по всей стране прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. Праздничное торжество прошло и в Новоуральском филиале Училища Олимпийского резерва. Открытие Новоуральского филиала Училища Олимпийского резерва номер 1 состоял с 1 сентября 2010 года. И вчера была пятая юбилейная линейка, которую посетили высокопоставленные гости, в том числе из Министерства спорта и молодежной политики области. Задача наша как министерства, как учрителя филиала и регулятора вопросов развития физкультуры и спорта заключается в том, чтобы все эти инициативы, которые Владимир Николаевич озвучивал, были поддержаны на областном и федеральном уровне, были заложены соответствующие программные документы, были обеспечены средствами, зарплатами, финансированием строительства и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что мы это на себя обязательство возьмем и будем вместе и впредь сотрудничать. Педагоги училища подготовили для собравшихся настоящий праздник и принесли торжественную клятву. Клянусь, повкуснее накормить я ребенка, хоть ростом меня перерос. В рюкзак положить шоколадку Аленка и вытереть бережный нос, особенно одиннадцатиклассникам. Подготовка в городском филиале УОР ведется по четырем видам зимнего спорта – биатлон, шортрек, лыжные гонки и конькобежный спорт. Его воспитанники традиционно занимают призовые места, в том числе и в городских соревнованиях. Я из Церковского района, поселок Бобровский. Спортом, биатлоном именно я занимаюсь третий год. В этот первый год соревновательный. На УРФО я был первый и второй личный гонка. Второй в эстафете и на Спартакеаде. Второй в эстафете и третий тоже в эстафете. Ну, я приехала из села Андрюшино. Занимаюсь четвертый год. Село Андрюшино – это какая область, какой район? Свердловская область, Тегаринский район. Какие-нибудь результаты, которые уже в соревнованиях, в которых участвовала, какие-нибудь призовые места, что занимала? Ну, в Нижнем Тагиле было шестое место. По какой дисциплине? 2000-2001 год. Дисциплина, что бежали, какую дистанцию? Два километра классикой. У меня родители – спортсмены, мастера спорта. Мне не пришлось долго выбирать. Я занимаюсь тем самым детством. Это мое любимое занятие. Я уделяю ему 50% вообще своей жизни. Я очень люблю лыжи. Винтовку? Конечно, как же без этого. После торжественной линейки учащиеся в теплой и дружеской обстановке попили чай с праздничным пирогом. А у особо отличившихся спортсменов была возможность пообщаться с главой округа и приглашенными гостями. Владимир Машков рассказал о строительстве спортивных объектов в городе и развитии спорта в Новоуральске в целом. Есть проект создания международного биатлонно-лыжного комплекса. Я его озвучил губернатору, когда здесь был губернатор полгода назад. Более того, уже готов альбом такой, ну как бы эскизных рисунков. Значит, первое – это, ну поменялись стандарты, поэтому, естественно, новые биатлонные трассы, значит, и по ширине, и по длине, там, и есть определенные, там, ну прямая перед финишем должна быть, так сказать, для телевизионных камер, там, и так далее. То есть, вот, новые биатлонные трассы, новое стрельбище, значит, строительство ФОКа в бассейнном, там, значит, и строительство клуба-столовок. Новоуральский филиал училища Олимпийского резерва уже пять лет готовит настоящих спортсменов не только для области, но и для страны. А развитие филиала является приоритетом и в Министерстве спорта. Сам губернатор великолепно относится, потому что ему были отданы документы Владимиру Николаевичу в этом году, 6 февраля, вот, он дал поручение министру Леонидовичу Рапопорту по развитию данного зеленого мыса как биатлонного комплекса в городе Новоуральск. Будем надеяться, что все замыслы будут воплощены, и мы еще неоднократно услышим имена спортсменов из нашего новоуральского филиала. Для участия в традиционной спартакаде сборных команд городских отделений Всероссийской организации инвалидов в Новоуральск приехали команды из Верхнего Тагила, Кировграда и Невьянска. На центральном стадионе имени Григория Демидовича Завады прошли традиционные соревнования «Открытое командное первенство общества инвалидов Сверовской области имени Александра Константиновича Баранова». Заявки на участие в соревнованиях подали 6 команд. Две команды из Кировграда по одному коллективу из Невьянска и Верхнего Тагила и хозяева соревнования команда Новоуральска также была представлена двумя командами. Соревнования проходили в 6 дисциплинах – дартс, боулинг, керлинг, броски в баскетбольное кольцо, гольф и броски в ворота. Участники переходили от одного вида программы к другому, набирая очки, и по сумме набранных баллов были определены победители и призеры соревнований. Спортсмены высказали пожелания, чтобы видов программы было больше, и организаторы смогли бы пригласить для участия также инвалидов-колясочников. Общее настроение праздника было позитивным и теплым, и спортсмены с удовольствием соревновались и общались друг с другом. Места же в итоговом протоколе распределились следующим образом. Шестое место заняла команда, составленная из представителей Новоуральского общества слепых. Строчкой выше расположились представители второй команды Кировграда. Что привело вас сегодня сюда, на центральный стадион Новоуральска, и откуда вы приехали? Ну, нас привела спорта Киада, которая уже не один год проводится на этой земле в Новоуральске, и нас приглашают. Мы с командой приехали из города Кировграда, и вот уже прошли все дистанции. Вот сейчас ждем результатов, конечно же. По положению 8 человек с представителем. Это 4 женщины и 4 мужчины, или у вас как? У нас получилось 3 женщины и 5 мужчин. В том году участвовали, но мы заняли 5 место. То есть мы старались, сейчас мы тренировались, ну, надеюсь, хоть как-нибудь, ну, главное участие самое главное, то есть победа как-то второстепенная. Самое главное – это здоровье. Когда будет здоровье, то и спортом будет, не лень заниматься. На четвертом месте оказались спортсмены из Верхнего Тагила. Тройку призеров замкнули представители Новоуральска. Серебряные медали получили представители первой команды Кировграда. И триумфатором прошедших соревнований стала команда из Невьянска. Приехал из города Невьянска, привело любовь к спорту. Сами занимались каким-нибудь спортом? В детстве, может быть? С детства занимался фехтованием, сейчас иногда езжу на турниры, а так, ну, в тренажерке тренируюсь. Всем участникам были вручены памятные медали и грамоты, после чего все спортсмены проехали на праздничный обед. Проигравших в этот день на поле центрального стадиона не было. А то старание и упорство, с которым участники подходили к выполнению заданий, сделало бы честь и многим профессиональным спортсменам. Пожелаем всем атлетам крепкого здоровья и надеемся, что в следующем году соревнования будут еще более массовыми. В Заречном прошел 15-й традиционный турнир памяти академика Курчатова. Среди призеров турнира сразу в трех разрядах оказался новоуральский теннисист Андрей Большедворов. Кроме одиночного разряда, где он занял третье место, Андрей был также третьим в паре с екатеринбуржцем Даниилом Дуриновым. А с Илоном и Барановой стал обладателем бронзовой медали в миксте. Чемпион города Дмитрий Соловьев, кроме мужского парного разряда, где он занял третье место в паре с Александром Ювенковым из Лесного, стал и третьим в одиночках, уступив в полуфинале будущему победителю, мастеру спорта из Сарова Андрею Туринову. В стартовавшем в конце августа чемпионате континентальной хоккейной лиги не все записанные фавориты набирают очки в играх с более слабыми соперниками. Особенно хочется отметить команду «Автомобилист» из Екатеринбурга. После усиления состава в межсезонье команда преобразилась. А после проведенных четырех матчей команда «Автомобилист» делит верхнюю строчку в турнирной таблице с «Омским авангардом». И в четырех проведенных играх в активе коллектива из Екатеринбурга 10 набранных очков. При этом стоит отметить, что в этом сезоне «Автомобилисты» пока не потерпели ни одного поражения. А среди побежденных оказались такие коллективы, как «Магнитогорский Металлург» и «Уфимский Салават Юлаев». Пожелаем нашим ближайшим соседям также уверенно действовать на протяжении всего чемпионата. А желающих поддержать коллектив из Екатеринбурга приглашаем на домашние матчи «Автомобилистов». Это все спортивные новости города. На сегодня на этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом, будьте здоровы. До встречи в следующую среду. Редактор субтитров А.Семкин